Всем привет, с вами Дима и сегодня мы будем говорить о Redmi Note 4X и Redmi Note 5A, оба смартфона от Xiaomi. Оба лопаты, оба 5,5 дюймов, один поступил в продажу относительно недавно, я говорю сейчас о 5A, он стоит 115 долларов плюс, тогда как 4X у нас сторожил рынок, он стоит порядка 130 долларов, мы сейчас говорим о самых бюджетных модификациях. И так как разрыв по цене между этими аппаратами невелик, я думаю многие люди решают, что купить из этих двух и не могут решиться, потому что не знают какой из этих аппаратов для кого больше подходит и чем они лучше друг по сравнению с другом. Вот такие пироги, сегодня в общем-то постараемся ответить на эти вопросы, потому что если честно мне самому интересно прийти к какому-то выводу по этому поводу, потому что аппараты реально очень во многом отличаются и они рассчитаны явно на разных покупателей. Начнем пожалуй как всегда с корпуса и начнем мы с Redmi Note 4X, здесь у нас чуть-чуть больше упор на премиум, у нас сзади огромная металлическая пластина, имеется сканер отпечатков пальцев, стекляшка у нас имеет 2.5D скругление, кнопки имеют подсветку этого всего, у нас в 5А нема. У нас нету ни металла в его корпусе, ну во внешности так скажем, у нас корпус сделан из пластика и он вкрашенный. У нас нету скругленного стекла и у нас нету сканера отпечатков пальцев и бюджетной версии. В Prime она присутствует, что хотелось бы очень важно сказать, во-первых сканер это очевидно, это преимущество 4X, потому что все его модификации, даже самая дешевая она обладает сканером. Во-вторых у нас здесь 2.5D стекло, как видите оно у нас марка, ну потому что любое стекло марка, но олеофобка у нас есть и олеофобка здесь хорошая, точно такая же хорошая олеофобка у нас присутствует и на 5А. Эти стекла они не супер твердые, они царапаются, потому что даже во флагманах все они стекла царапаются, здесь они тоже царапаются. И вы захотите клеить защиту на эти стекла, так вот защиту наклеить на гладкое стекло, в котором нет 2.5D скругления, я сейчас говорю про Redmi Note 5A, гораздо проще, чем на скругленное в Redmi Note 4X, потому что по контуру оно может нормально не прилипнуть, туда будет забиваться грязь и все в таком духе. По качеству сборки никаких отличий между этими аппаратами нет. Смотрим на, в общем-то, 5А, царство пластика, все сделано из него, покрашено под металл, и если вы не спец в технологиях производства смартфонов и не будете присматриваться к этому аппарату, вы даже не поймете, что это пластик, потому что сделано хорошо, сделано с любовью и выглядит на самом-то деле сдали, как металлический аппарат, но он не кажется пластиковым, он не кажется дешевым. Из важного, что хотелось бы отметить, 5А намного легче 4Х, и это ощущается очень хорошо, если по размерам, по своим габаритам эти телефоны плюс-минус одинаковые, ну, вы видите, да, они если и отличаются, то очень-очень чуть-чуть, то по массе 4Х намного тяжелее, в нем больше батареи, в нем металл в корпусе, за счет этого он более увезистый, чем легче телефон, тем проще его держать долго на весу, если вы в транспорте, например, чего-то читаете, когда вы стоите, то вот этот аппарат будет удерживать легче, чем 4Х. По корпусу, наверное, все, я надеюсь, я ни про что не забыл, если забыл, обязательно вернусь к этому вопросу позже. Теперь положим телефоны рядом, кстати, сканер отпечатков пальцев, Redmi Note 4Х, если что, работает достаточно хорошо и относительно шустро, просто этого не буду демонстрировать, так как это, как мне кажется, сейчас не имеет капитального значения. Смотрим, в общем-то, на дисплей, давайте для начала диапазон регулировки яркости, вот у нас максимум, как видите, практически идентичен он, и давайте смотреть на минимум. Минимум тоже. Я сейчас вижу кучу пыли на обоих телефонах, но ничего я не вижу на самих экранах, практически очень сложно что-то разобрать. Вот, ползунок я чудом нашел, по-моему, он где-то здесь должен быть, да. Пускай будет у нас так, как видите, в Redmi Note 5A у нас экранчик потише, поспокойнее, у нас не настолько контрастный дисплей, не настолько насыщенный, в 4Х он чуть более ядреный, и камера, в принципе, передает это отличие очень неплохо. Хорошо, что здесь выбраны именно такие цветастые обои, и вы сейчас, в принципе, очень хорошо видите, о чем я говорю. Я это заметил сразу, что в 5A экран не такой перенасыщенный, как во всех остальных телефонах Xiaomi, потому что у них везде стоят IPS, но они очень любят задирать насыщенность вверх, и приближать по этому параметру, так скажем, свои экраны к AMOLED, так не спать. И в 5A это исключение, можно сказать, потому что здесь такого эффекта ядерности цветов, ядерности красок здесь нет. Экран у нас тут IPS 720p на 5,5 дюймах, здесь у нас Full HD. Вполне очевидно, что четкость картинки на 4Х у нас выше, я отрицать этого не буду, но в бытовых каких-то задачах вы не заметите, что 5A имеет прям такой уж зернистый экран. Нету здесь такого, даже при том, что здесь 720p матрица, на рабочей дистанции у нас экран не зернит, и с ним нету особо никаких проблем. Смотрим на углы обзора, это, наверное, последнее, что стоит добавить по экрану. Сначала 4Х, и теперь 5А. Я не знаю, насколько это адекватно передает наша камера, но по углам обзора у нас никаких критичных искажений при наклоне экранов нет. Если мы будем смотреть на черную картинку вот так по диагонали, она, быть может, немножко будет выгорать, но это свойство, в принципе, всех IPS LCD экранов. В этом никаких, так скажем, криминальных моментов нет. Нет, это абсолютно нормальные вещи, это стоит принимать как должное, я считаю. И теперь мы будем говорить о производительности, и для того, чтобы о ней говорить, мы сначала посмотрим на скриншотики, в общем-то, тестов автономности и производительности, которые были прогнаны на этих устройствах. На всякий случай, еще раз переведем фокус. Вот вам, пожалуйста, тест графики. Графики. Geekbench 4. Как видите, у нас перевес в сторону 4X, он очень серьезный. Тест процессора. Тот же Geekbench 4. Сингл-коре немножечко мы отстаем, но зато в мультикоре больше, чем в два раза разрыв. Дальше. Antutu. Попугаи почти... Нет, не почти, просто в полтора раза выше. Здесь у нас очень все плохо по графике. Здесь у нас немножко отстает производительность UX, где-то в полтора раза. Процессор почти вдвое здесь слабее. Единственное, почему 5A не слил, это по оперативной памяти. Производительность ее плюс-минус такая же, как и в 4X. Несмотря на то, что здесь на 1 гига зум меньше. Так, что еще? Еще 3DMark можете рассматривать. Я считаю, что цифры говорят сами за себя. Это тест графики. И последний тест, это рабочие нагрузки PCMark. Видим, разрыв он есть, но он не супер огромный, как по мне. О чем нам говорят эти цифры и как это подкрепляется реальным опытом использования? В 4X у нас определенно более мощный чипсет, более мощный процессор, более мощная графика. Поэтому в играх он работает лучше. Если примитивные игрушки вроде Minigore 2 и там, и там будут функционировать одинаково хорошо, то, например, в танке вы можете на 4X играть на низкой графике, и у вас будет очень высокий FPS. Тогда как на 5А на низкой графике и 25, и 23 FPS бывало. Вот на 4X можно некоторые ползунки даже поставить на среднее положение, и FPS все равно будет оставаться на адекватном, так скажем, уровне. По рабочим нагрузкам повседневным у нас отличия супер большого нет. И там, и там месседжеры, YouTube, Market, и все в этом духе работают абсолютно хорошо. И с ним, так скажем, с простым софтом нету никаких проблем ни у 5А, ни у 4X. Но по тяжелым играм, конечно, 4X немножечко тащат. По автономности, как мы видим, у нас Antutu тестер считает, что 5А это полный мусор. На самом-то деле он нифига не прав, потому что PCMark считает, что у нас отличие где-то в час автономности, оно на практике подтверждается. Этими аппаратами можно пользоваться, не заряжая их, два дня, если у вас небольшие нагрузки. Если очень большие, то на сутки хватит точно. Про большие нагрузки я говорю о ситуациях, когда iPhone нужно заряжать дважды в день. Так вот, и 5А, и 4Х в таких случаях доживут до вечера, и вы спокойно перед сном кинете их на зарядку. В принципе, по железу, по работе, так скажем, устройств, почти все. Единственное, что я не сказал, это в обеих случаях у нас можно расширить память при помощи microSD-карты. Только в 4Х вам придется для этого жертвовать Dual SIM функционалом, тогда как в 5А нужно поставить одновременно и 2.7G карту памяти, что для многих людей, я знаю, достаточно важно. Теперь переходим к самой главной интриге этого сравнения. Это камера. Xiaomi заявили еще на презентации, что в Redmi Note 5A будет установлена прям ого-го, какая фотопукалка. И на самом-то деле они были правы, потому что по сравнению с 4Х у нас более широкий динамический диапазон, немножко выше резкость. Фотографии в целом получаются более естественные и красивые. Но самое главное, что софт по каким-то неведомым причинам у нас в Redmi Note 4X работает омерзительно по сравнению с 5А. Очень часто мне приходилось на фотографиях, которые вы сейчас смотрите, исправлять экспозомер, потому что Redmi Note 4X не хотел адекватно воспринимать окружающую его, так скажем, ситуацию. 5А с этой задачей справлялся на пятерку. Его фотографии я никогда по экспозиции ручками не корректировал при съемке. По видео у нас отличия не слишком сильно заметные, но опять-таки перенесся более широкий динамический диапазон и чуть более адекватно работающий софт. Немножечко ролики на 5А все равно лучше. И там и там, напоминаю, это Full HD. По фронталке единственное, чем 4Х чуть-чуть выигрывает у 5А, это то, что цветопередача почему-то у него немножко более теплая, и кожа, цвет лица выглядит чуть более естественно и приятнее, что ли, чем на Redmi Note 5А, но по детализации и по динамике здесь отличий вообще никаких нет. Фронталки такое ощущение, что идентичные, и разве что софт, который ими управляет, работает немножечко по-разному. Закрывая вопрос мультимедийных возможностей, поговорим быстро о звуке. Динамики у нас здесь такое ощущение, что вообще абсолютно идентичные, с одной коробки взятые, они одинаково громкие, одинаково относительно качественные, они будут нормально вас приятно будить по утрам, и вы, скорее всего, не пропустите входящий вызов, если не будете пытаться расслышать его, когда стоите возле взлетающего самолета. В принципе, динамики абсолютно нормальные, что в одном, что во втором смартфоне. По звуку в наушниках тоже у нас отличий никаких нет, потому что это устройство от Xiaomi, работают они на MIUI, в них установлены чипсеты от Qualcomm, ну, короче говоря, все условия, которые могут здесь как-то влиять на звук, они одинаковые, ну, все составляющие одни и те же, именно поэтому звук хорош и там, и там, и он одинаково хорош и там, и там. По софту быстренько, очень, потому что рассказывать здесь об отличиях особо нечего. Седьмой Android здесь и там, здесь 7.0, здесь 7.1.2, но какая разница, MIUI 8.5 и там, и там. Единственное, чем эти прошивки отличаются, на 4X это уже у нас официальная глобалка, стабильная тогда, как на 5A, это пока что англо-китайская прошивка, здесь не было маркета, я его поставил, но он нифига не работает. Ну, я уверен, что либо уже есть, либо вот совсем скоро появятся локализированные прошивки MIUI Pro, MIUI SU и мультиром и все в этом духе, ну и со временем должна уже появиться нормальная стабильная глобалка. Это пока что отличие между этими телефонами. По факту, по работе софта и по его составу, скажем так, никакой разницы между этими телефонами нету вообще. Давайте подводить какой-то итог. При условно одинаковой цене, при небольшом отличии в цене, в Redmi Note 4X у нас более премиальный корпус, скругленное 2.5D стекло, более качественный Full HD экран, а не 720p, больше оперативной памяти, более мощный процессор, ну и на этом как бы перечень достоинств заканчивается. Redmi Note 5A у нас легче из-за этого, чуть-чуть он более эргономичнее все-таки. У него более хорошая камера, у него в принципе где-то такая же автономность. Вот и все. У него как бы киллер фич больше... А, еще можно установить 2 сим-карты и карту памяти одновременно в 4X, так нельзя. Короче говоря, если для вас, допустим, очень важна установка и 2 сим-карты, и карты памяти, и вы хотите чуть более лучшую камеру, которая в неидеальных и каверзных условиях съемки может вытащить по сравнению с 4X, то, наверное, лучше вам взять 5A. Если вы хотите себе более высокую четкость экрана, более высокую производительность в играх, премиальный корпус, я не знаю, то, наверное, вам лучше взять 4X. Я считаю, что оба эти устройства в принципе имеют право на жизнь, и покупка ни одного из них не является ошибкой. Они оба хороши по-своему. Но у них есть какие-то преимущества друг перед другом. В частности, в 5A более классная камера, что у в 4X нет, тогда как в 4X, например, более высокая игровая производительность и качественный экран, что у нету в 5A. Вот такие вот пироги. И вы можете купить любой из этих аппаратов, опираясь, так скажем, на свои требования, кому чего больше нужно, кому чего более важно. В любом случае ссылки на эти смартфоны ждут вас в описании данного ролика на YouTube. Там же есть линк на кэшбэк, который будет помогать вам экономить на покупках в интернете. С вами был Дима, ферумком. Ставим лайки, подписываемся на канал и делимся этим роликом с друзьями. Это очень нам помогает. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok